Добрый вечер, мои золотые! Добрый вечер всем! Здравствуйте, мои любимые! Здравствуйте, мои дорогие! Решила сделать бугманг. Девчонки, обожаю рис. Очень люблю рис. Вот у меня здесь рис. И здесь у меня печенка куриная. Девочки, мне пришлось так наверх поставить, чтобы видно было, как я кушаю. Потому что все-таки это бугманг. И соленые мои огурчики, как всегда. Девчонки, я хочу вам рассказать. У меня все спрашивают. Девчонки, я на одно ухо как будто оглохло. Мне как будто ухо одно не слышит. Наверное, от этих таких приятных комментариев вот здесь прямо вот здесь все стоят. Девчонки, рис я вообще очень люблю. Очень и очень люблю рис. Я не знаю, что связано с рисом, но у меня, девчонки, с рисом вообще... Ммм, он такой рассыпчатый. Какой вкусный рис, девочка. Девочки, хочу вам рассказать, как я попала в Испанию. Думаю, что я рассказывала, но все равно еще раз расскажу. Девочки, вот я же вам говорила, я в Германии, когда попала в тюрьму, эта тюрьма особая была. Ну, там вот, ну, со статьями крупными. Крупными. И поэтому, когда меня оттуда вытаскивали, в аэропорт везли, девочки, я сама была в шоке. Мне надели наручники на руки. И на наручниках была цепочка длинная. Эти наручники шли на ноги. Поняли, да? И вот так меня везли в аэропорт. Меня привезли в аэропорт. И меня засунули в камеру. Там в аэропорту есть такое специальное место. Я даже не знала, девочки, откуда я могу знать, че я в тюрьмах сидела, что ли. Оттуда пришел другой мужчина. Он мне говорит, вставай. На немецком пошли два сопровождающих. Один сзади, один впереди. Я в середине иду. Ходить не могу, как утка. Вот так ноги. Иду. Думаю, куда они меня везут? Везут они меня в большой такой, девчонки, большой такой зал. Вот как сейчас помню. Вот я не понимаю, девчонки. Оттуда вообще сбежать невозможно. Почему столько? Ну, не знаю. Может быть, и можно вообще. В принципе, не знаю. Но мне даже это в голову не пошло, что можно было бы убежать или еще что-то. Ведут меня в эту комнату, девочки. Открывают дверь. А там пластиковые такие двери были. Открывают замком. Решетку. Потом это пластиковая дверь. Открывают дверь. Девчонки, а там такие ребята. Мужчины, ребята. Вот не могу вам передать. Вот сейчас, если скажу честно, может быть, их 50 было. А может, даже и 20 было, но мне показалось 50. Все такими глазами раздындыры на меня. Я захожу. Вот хотите мне верьте, хотите не верьте. Ни у кого не было наручников. У меня как лицевидическую туда наручниках. Там и китайцы. Со всех странными, со всех странными там были ребята. Там вот так, вокруг комнаты, скамейки. Ни окон нету, ничего нету. Просто закрытая комната. И меня туда заводят. Вообще, вот это вот тоже сейчас понять не могу. Как могли меня одну девчонку туда завести? Когда там столько ребят. Вот это вот тоже понять не могу. Они закрасно меня смотрят. А я с такими наручниками. Руки завязаны, ноги завязаны. Девчонки, я так испугалась. Я уж бледная стала сразу. Вот как дверь открыли, вот там сидение есть, я сразу туда села. Туда села. И ко мне сразу один подходит. И мне говорит, привет. Вот так глаза поднимаю и говорю, здрасте. Он такой, за что тебя? Я говорю, двоих убила. Он так на меня смотрит. Думает, вау, такая молодая и убийца. Я говорю, двоих убила. Он сразу отскочил, девочки. Он сразу отскочил. Я говорю, двоих зарезала. Сижу такая, думаю, хоть бы меня вытащили отсюда. Хоть бы меня вытащили отсюда. Боюсь такая, девчонки. Вот, наверное, он все-таки. Я вам сейчас хочу что сказать. Ребята, это я на своем опыте говорю. Это не потому, что я там о себе высокого мнения или еще что-то. Просто жизнь есть жизнь. Все равно каждому по сердцу дает Бог. Все равно ты можешь обмануть. Я могу, например, вас, как зрителя, обмануть. Здесь из себя такой паингу ставить. Могу по-другому обманывать. Например, ее ненавидеть и делать вид, что ее люблю. Можно любого человека обмануть. Но Бога ты не обманешь никогда. Он знает, кто ты и что ты. Он знает, кто ты. И вот, девчонки, так как у меня такое сердце чистое, вот я вам серьезно говорю. У меня очень чистое сердце. Вот хотите смейтесь, хотите не смейтесь. Дверь открывается через минут 10, наверное, самое большое. И мне говорят, Курбанова на выход. Я сама так скачула. И вот так поворачиваюсь. Я говорю, вот давай. Они все так на меня смотрят. И меня уводят. Девочка, вот этот трапеза же есть, в который самолет поднимается. Девчонки, я подняться не могу, эту лестницу. Потому что сейчас как вынесутся? Сейчас ты можешь вот так прямо-прямо, ты даже там ступеньки нет. А у нас не так было. Меня привезли, а одну девчонку, одну меня везли на автобусе, довезли до самолета. Довезли до самолета. И говорят мне, выходи, я выхожу, мне надо подняться. Я прям еле-еле, девочки, с этими... Я думала, ну мне сейчас снимут их. Суардесса такими глазами на меня. Этот мужчина, полицейский, который со мной шел, подходит суардессе, дает мой паспорт ей и дает мой билет ей. И меня сажают возле, не туалета, а вот между два сиденья за туалетом, один ряд, второй ряд, третий ряд меня туда сажают. В самолете нету никого. Никого. Я сижу в самолете. Суардесса ко мне даже не подходит. Вот как меня посадили в наручниках, вот так и сижу. Девочка, меня же разбудили очень рано. 5 часов утра, наверное, меня разбудили. Пока меня везли, пока это, наверное, наверное, протокол, наверное, так. Девочки, такой рис вкусный. И я так воды хочу, девочки, умираю, воды хочу. Я даже не завтракала с 5 часов утра. А меня, наверное, в самолет посадили, ребята, наверное, числа 11 уже было. Я толком тоже не знала, ничего, сколько времени. У меня же ни часов, ни в чем нету. У кого спросишь. Теперь я сижу и думаю, ну, сейчас она будет проходить, Суардесса. Я скажу, ей дай воды. Люди стали заходить. Люди заходят, а я вот, вот эта штучка жесть куда вот. Я вот так спустила и вот так руки поставила. Вот так руки поставила. И люди проходят и видят меня в наручниках. Девчонки, там такой шорох подняли. Мы туда не садимся. Вы с кем нас везете? Мы туда садиться не хотим. Суардесса начала их успокаивать. Они начали, а я там понимаю, что они говорят, на немецком же. Мол, мы билеты купили, мы оплатили билеты, почему мы должны с этой ехать? Кто его знает, что она сделала? И Суардесса успокойтесь, успокойтесь. Она, мол, завязанная, привязанная, короче. Суардесса успокоить не может. Они говорят, мы туда не сядем, сзади ее. Впереди меня, которые ребята были, они говорят, мы тоже туда не сядем. Я одна сижу. Одно место, еще одно место. Сюда вообще никто, я уже за это даже говорить не хочу. Короче, их первое, там же не всегда первого класса оплачено, не всегда, там же свободные места есть. Вот их всех поселили первые. На первый этот. Как он называется? Первым классом, да? Теперь самолет наконец-то как-то ругается. я единственный раздаю, что меня в Испанию везут. Больше ничего не знаю. Самолет летит. Я думаю, сейчас мне воды дадут, сейчас мне воды дадут. Девчонки, я так воды хотела. Умирала, воды хотела. Я сто раз, наверное, на эту вещь нажала. Никто ко мне не подходит. Ну, бывает же, девчонки, так это несправедливо. Никто ко мне не подходит, девчонки. Всем дают позавтракать, там два с половиной часа лететь, всем дают соки, муки, ко мне даже не подходит. Так как эти ряды никого нету, до туда и не доходят. Я думаю, я хоть в туалет пойду, там хоть воды с крана выпью. У меня все пересохло, девки. Хочу встать, и мне оттуда говорят, Най, садись. Меня в туалет не пускают, девочки. Эти два с половиной часа я летела, мне было ощущение, что я 15 часов летела. Пролетаем. Хочу встать, выходить хочу. Они мне говорят, нет, ты должна подождать. Я жду. Всех высадили. Теперь какой-то мужчина выходит с аэропорта и подходит ко мне. Девочки, улыбается мне, говорит, здравствуйте, на испанском. А я все не понимаю. Я могу тунь так. Он такой, на английском мне сейчас заговорит. Идем. И в Испании уже не было этих лестниц. Ой. В Испании уже была такая трапеза, в которой прямо на аэропорте идешь. Я туда вышла, иду вот так, вот так, вот такой поворачивается. Он такой поворачивается, девочки. мне наручники раз, мне наручники раз, на ногах убрал. Мне было такое ощущение, что с меня 15 килограмм сняли. Я такая удивленная, смотрю на него. Он так поворачивается, девчонки, вот как будто, как будто ни в чем не бывало. Как будто ни в чем не бывало. И мне говорит, держи. мне дают мой паспорт, мой билет, который я оттуда прилетела. Вот так документы мне в руки дают, и мне говорят, иди. Вот так ты делаешь, иди. Но я думаю, надо вперед идти. Иду за ним, иду за ним, и выхожу в аэропорт. Люди куда-то туда ломятся. Люди туда бегут. Девочки, я же все-таки целый месяц, целый месяц закрытая была. Вообще никого не видела, только вот своих людей вот этих, да? Мне так страшно стало. Кто-то куда-то бежит, а мне никуда бежать. Я не знаю, что мне делать. Я в этот момент туда смотрю, сюда смотрю, аэропорт какой-то, и мне он говорит, иди, иди, вон там выход он мне показывает. Выход мне показывает на улицу. Я не помню, сколько шагов я сделала, наверное, 5-10. Вот так я оглянулась вокруг девочки. Я вам передать не могу. Это все, конечно, уже не такие эмоции, да, у меня, но я это долгое время забыть не могла. У меня такая паника. Вот понимаете, девчонка, у меня такая паника, у меня вот как будто кислород, кто там, как будто меня кто-то душит. Такой шум. Я вот так уши закрыла, и как стала кричать Вот так, девчонки Я испугалась, девочки Паника, девочки, как хотите это называйте У нас уже темно стало Вот Эти же есть женщины, которые подметают, убирают Которые подходят ко мне с аэропорта и говорят В чем дело, в чем дело, что орешь? А я не понимаю, что они говорят И они мне спрашивают, на каком языке ты говоришь? И я им говорю, на русском, на немецком Они говорят, подожди Проходит какая-то женщина такая, вся такая На каблуках такая И мне говорит, на немецком В чем дело? Я ей говорю, дайте мне воды Она говорит, идем Я иду за ней Прямо как будто это моя жизнь, девочки Я иду за ней В какой-то кабинет заходим И она говорит, что ты здесь делаешь? Кто ты такая? И я ей говорю, свое имя, фамилию даю ей Мой паспорт И говорю, я только прилетела из Германии Она говорит, ну хорошо, что ты прилетела в Германию А куда тебе надо? Я говорю, никуда Она говорит, как никуда? Я говорю, мне некуда идти Она так на другую женщину смотрит На меня так смотрит Девочки, я там как расплакалась Я как там расплакалась, девочки Она взрослая женщина была Она так на меня посмотрела Девчонки, я вот тогда поняла, что Испания хорошие люди Она так на меня смотрит Подожди, успокойся Я говорю, дайте мне воды Дайте мне воды Она мне принесла большую бутылку воды Девочки, я ее схватила Пью, 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 пью Они так на меня смотрят Что я всю бутылку выпила, девочки Этой воды Я настолько воды хотела Я воду эту выпила, девочки И она мне говорит, успокойся Мы тебе сейчас поможем Говорит, идем Она куда-то звонит И она мне спрашивает Ты откуда, вот что Я ей сказала, вот так В тюрьме была Вот так приехали Мне депортацию дали в Испанию Она мне говорит Не беспокойся, подожди Она звонит в Красный Крест Не знаю, что она говорит Я вообще не понимала, что она говорит Теперь она там поговорила И мне говорит, идем со мной Я иду с ней Она выходит со мной Девочки, дверь так открывается И там столько таксистов И как будто, не знаю Мне как будто вот этот воздух Все, у меня аж голова закружилась, девочки Я такая выхожу И она мне говорит, садись в такси А я боюсь сесть в такси Я ей говорю, а ты? Она говорит, ты не беспокойся Он тебя сейчас отвезет, куда тебе надо отвезти И она таксисту говорит Вот тогда я уже чуть-чуть, знаете, девчонки Она что-то таксисту говорила Я подумала Она таксисту говорит, отвези ее Нет, она таксисту сказала Проследи, не оставь, не брось ее Этот таксист берет меня Девочки, у меня такое было ощущение Что мы два дня ехали Ну, наверное, часа два с половиной ехали С аэропорта до центра города Приезжай И таксисту дорогу мне что-то говорит Говорит, а я же ничего не понимаю Я сижу, плачу, плачу, плачу Успокоиться не могу Девочки, а со мной ничего нету У меня только один рюкзак И в рюкзаке мой паспорт И билет из Германии Все, девочки Больше ничего нету Я же за картошкой вышла Я же вам рассказывала Элементарных носков, трусов Что-то элементарное Зубной щетки Ничего нету со мной Теперь он мне привозит И говорит, выходи с машины Я выхожу И там какой-то подъезд Большой такой подъезд Заходим мы в этот подъезд Девчонки, поднимаемся Он со мной поднимается Сучится дверь Там такая дверь Как от замка, девочка Это секция Обыкновенная квартира Там такая грязная Чуханка выходит Либо что-то говорит Он что-то ей говорит И она говорит, заходи Мы заходим И она показывает на комнату Вот И показывает на моей постели Вот сюда Этот таксист на меня смотрит И на эту постель смотрит А там постель была Я вам передать не могу Кого-то 50 человек Оттуда прошли 50 семьи прошли И просто не стиралось Большая комната И в комнате Духспальные кровати Вот эти жесть Которые вот так Внизу и наверху Внизу и наверху Как в армии девочки Вот так Этот таксист Ну, мне сейчас Конечно, он молодой был Но мне тогда показалось взрослый Где-то 40-40 с чем-то лет Он так на меня посмотрел Так на эту постель посмотрел Девочки Вот, клянусь вам, говорю Он такой подошел Меня так обнял И мне сказал Суэрте Суэрте Это удача Я потом У всех спросила Что такое суэрте И они мне сказали Я думала, что он мне сказал Удача Ему меня, видать, жалко стало Отдает Дает Он мне вот так руку И говорит До свидания Ему меня так жалко Видать стало Девки Я вот зашла Туда Села на свою кровать И подумала Да И что дальше Вот так я попала В Испанию, девочки Вы сейчас смотрите На это все Что я вот Вы думаете, что я хвалюсь Что у меня там Девчонки сегодняшние Ничем нельзя хвалиться Только можно похвалиться Своим здоровьем Девочки Я вас уверяю Я когда жила в Дагестане Я жила в центре города С моей мамой Из двухкомнатной квартиры Мама, моя сестра и я Никогда Никогда Ребята У меня мама работала Сам главного бухгалтера автошколы Никогда я, ребята Ни своих друзей Ни своих подружек Есть у него машина Нет у него машины Есть у него велосипед Есть у него самокат Мне это было безразлично Ребята Я всегда с людьми дружила По его сердцу, ребята Я никогда Вот там я слышу Да, вот вы мне пишите Какие-то комментарии Поэтому я говорю Сегодняшний день Меня ничем не напугать Я знаю, что такое Голодать по несколько дней Какой несколько дней? По несколько неделям Я знаю, что такое Короче, я через все прошла, девчонки И сейчас, если у меня что-то есть Это я своим трудом И с моим мужем трудом заработала Но прежде чем Прежде чем Сказать кому-то спасибо Я должна ему сказать спасибо Понимаете? Ему сказать спасибо Почему? Потому что он никогда меня не бросил Самые тяжелые моменты Ребята Мне Бог всегда помог Всегда Я всегда на него надеюсь И знаю, что он мне Поэтому, ребята Когда я говорю Не надо быть злыми Я не просто так говорю Я вас уверяю Что за каждую доброту мою За каждую мою Хорошие поступки У меня в жизни есть Нехорошие поступки Тоже Я осознаю это И знаю Я очень каюсь Я очень у него Прошу прощения за это Поэтому говорю, ребята Надо быть Самим собой честными Понимаете? Сегодняшний день Если у кого-то что-то нет Это потому что Он работать не хочет Это я сто раз сказала И еще раз говорю Если кто-то что-то хочет Надо просто встать И пойти и сделать Если вам одна зарплата не хватает Идите на вторую зарплату На две работы идите Сегодняшний день Все можно себе найти И все Если я Обычный человек Который приехал С одним рюкзаком За границу Сюда И не знала Куда, как говорится Упасть Я достигла Почему вы не можете достичь Поэтому мне не надо писать Что я там Какая-то Я сама знаю Какая я И он знает Какая я И все Мне больше Не нужно говорить Вообще писать Какие-то Ребята Какие-то гадости И все Мне там сравнивать Я еще раз говорю Я из Дагестана Я из Махачкалы И я горжусь этим Я не какая-то Ни цыганка Ни румынка Ни полячка Я дагестанка И горжусь этим Понимаете А если вы меня хотите Оскорбить Я считаю Что это не оскорбление Быть цыганом Оскорбление Быть не человеком Вот что это Оскорбление Понимаете Для меня Если вы мне сказали Когда ты нехороший И вот такой-то поступок Замой Вот тогда мне уже было стыдно Вы что думаете Что цыгане не люди что ли Или у цыганек нет хороших Хороших людей Везде есть Нету нехороших Нету нехорошей нации Есть нехорошие люди Или что вы считаете Или что вы считаете Что все русские хорошие Или все украинцы Везде они есть Везде всего хватает И давайте быть добрее Серьезно говорю Я вам серьезно говорю Я здесь вам Не мама Тереса Которая здесь говорит Вот мир 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 Нет Если вас обижают Суйте на своем Не позволяйте себя унизить Если вас бьют Тоже дайте сдачи Понимаете Ну просто так Взять человеку И просто нагадить Я считаю Что это неправильно Понимаете или нет Вот Доела я свой рис Понимаете А если вы хотите Чтобы я Сделала продолжение Или еще что-то Вы мне напишите В комментариях О чем хотите Чтобы я вам рассказала У меня нет никаких проблем У меня нет никаких проблем Могу все рассказать Потому что мне нечего стыдиться А то что есть стыдиться Конечно не расскажу Я вас целую Я вас люблю И большое вам спасибо За ваши просмотры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому